Итак, дорогие друзья, продолжаем наш тренинг по специальной мануальной коррекции позвоночника тела человека. И сейчас мы дошли до продавливания позвонков внутрь, то есть, получается, вперед корпуса тела человека. Для этого есть такие приемы, ну, кто-то их называет левазия, честно говоря, не понимаю, какой-то такое слово взялось, переднее и заднее. Ну, что-то мы показывали, когда стояли в коленопрекламенной позе, коленями вперед, ой, колени не перпендикулярно в стол, а руками вытягивались вперед. Так мы растягивали поясницу, да, ну, это растяжение было без мануального воздействия. С мануальным воздействием мы можем взять ноги по одной, ну, тут смотрите, как можно брать, можно взять ногу с этой стороны, да, и продавливать вот так вот. Но у вас, получается, нога может выскользнуть, если человек осуществляет в одежде. Чтобы она не выскользнула и полегче было, можно взять ногу вот так. Но еще эффективнее для тех, кто достаточно физически подготовлен, взять лучше на бицепс свою ногу. Еще раз повторяю, берем не за коленку, не за колень, а за бедро, чтобы коленка не болела, не травмировала. Раскачиваем, и, соответственно, если работаем с крестцом, то вся нога наша превращается в рычаг. Нам надо повернуть, например, крестец в ту сторону, в верхнюю часть, да, наставляем на него руку, делаем рычаг, доходим до напряжения вот сюда, и потом манипуляция. Если повернуть надо в другую сторону, раскачиваем в противоположенную сторону, вот так вот, спиралеобразно, и делаем в эту сторону манипуляцию. Надо пройтись вот сюда, вперед, значит, раскачиваем вверх-вниз, доходим до самого предела, и там же прожимаем. Также мы можем прожать вот все ребра, продавить. Если у человека сколиоз, то и в арсист отростки надавить. Если, ну, как бы усиливаем теперь эту формулу, да, можем поднять тогда две ноги. Две ноги вместе, подсовываем под них руку, и продавливаем человека вдоль своего позвоночника, поднимая вверх, кивательными, такими тщательными движениями вперед, и также можно и с небольшой скруткой это сделать, и в сторону крутки тоже. Ну, вот как бы это считается задней ливаде. Теперь передней ливаде. Это нужно, можешь еще спуститься к ногам, чуть-чуть, руки вытягиваем вперед. Здесь нужно взять человека, голову не спускаем, над головой, под локти, тут опять же на локте, чтобы их не сломать, и продавливаем в обратную сторону. Также можно с большим поворотом. Давим в этом случае уже почти 100 отростки непосредственно. Если человек достаточно гибкий, да, но при этом вот мы до какого-то позвонка нужного нам не дошли, что мы можем сделать? Мы можем попросить человека упереться локтями вперед и положить подбородок на руки на свои. Вот так вот. Продавливаем верхнюю часть позвоночника. Если не потаят гибкости, да, то можно упереться лбом в руки. Если, ну просто как вариант, можно использовать какие-то скамеечки, либо есть такие специальные столы для костоправых манарных терапевтов, где есть перекладины дополнительные, но нам еще попробуем использовать стул детский. Положим на него прямые руки. Дальше чуть-чуть локтями, чтобы локтями не пережались. Вот. И так же мы его продавливаем. Если нет стула, можно использовать свое колено. Стань его на стол. Вот. Но только колено, видите, имеет наклон. Поэтому, чтобы его не было, распределяем вот так вот и боком. Сейчас, сельпучку. Отстегнулись. Перекистритизеры. Вот. Чтобы было горизонтально бюджет. Так же голову вниз прогибаем. И так же вот не его. И не возможность продавить, либо с поворотом. Снижаем. И сразу покажу следующий прием. Для продавливания, опять же, верхнего грудного отдела, мы встаем на локте. Подтяните чуть повыше. Встаем на локте. Вот так все. Стоп, стоп, стоп. Тут важно, опять, собрести прямой угол. Здесь прямой угол стола. Особенно важно в столбном углу. Чуть вперед, вперед. Можно взяться здесь. Здесь прямой угол. Брюк, сбежу к себе. Вот. И расслабь. Ключ расслабь. Голова висит. В данном случае голова просто висит. Мы можем протестировать шейный отдел и шейно-грудной переход. Также можно прощупать все позвонки, чтобы удостовериться, где что не так, или после, наоборот, наших исправлений, манипуляций. Уже встало все правильно. Если лопатки близкого человека, не прощупываются, тогда можно попросить его локти. Пойдем друг к другу поближе. Друг к другу еще чуть-чуть. Таким образом, здесь все расслабляется и нам достаточно легко и удобно посмотреть, проверить, где есть искажения. Прощупать шею. Сам голову не шевели. Просим его расслабиться. И щупаем, и соизмеряем методом пальпации, пальпируем, да? Где, какой позвонок стоит не так, хороцирован. Это вот что мы так щупаем? Пальпируем. Задние артисты отростки, да? И боковые отростки. Вот, соответственно, шею я беру с двух сторон. Сразу при повороте шеи, легонечком таком, да? Просите, чтобы человек сам не напрягался. То есть, не его мышцы должны работать, а вы его чуть-чуть покачиваете. Так, так, во всех направлениях скручиваете. Видите, где есть напряжение, где есть, выпирает ножик, позвонок. Сравниваете с вертикалью задних артистов отростков, да? И вы уже понимаете, какой вам метод дальше понадобится делать. Ну, к шее, правке шеи мы перейдем к следующему видеоролике. А пока вот продолжим на растяжение. Здесь еще важный момент, что если позвонок ротирован, да? Вот, например, там, второй позвонок у него достаточно большой осуществлый отросток, он, например, ротирован вправо, да? То у него с противоположной стороны его поперечный отросток он поднимается вверх. То есть, это мы вот его как раз нащупали. Тут не только смещение в плоскости, да, но еще и ротация играет роль. Так, ну, а что мы тут прожимаем, собственно говоря? Ну, прожимаем всю спину. Вот, это еще буду вот таким способом. Второй способ. Закрепляем еще жестче. То есть, для чего нам прямой угол нужно помнить еще вперед? Видишь? Вот, все-все-все. Со столом, да? Плечей. Чтобы было на что надавить. То есть, это у нас как бы опорный стол получается. Далее, своей рукой мы делаем блок, зажимающий его, как ремень в автомобиле, да? И можно с поворотом головы дополнительно продавить вот эти позвонки. Особенно шейно-гридной переход. То есть, если позвонок вышел влево, то мы поворачиваем его вправо. Если он вышел вправо, мы разворачиваем его влево. Достаточно сложно, но также можно поработать с шеей в это положение. Развернув ее вот сюда, либо раскачивая, вот так положив на голову, на руку, шею поставить вот таким методом. Ну, сейчас повторяю, с порошей мы поговорим в следующем видеоролике. Так, а здесь еще смотреть, какой нюанс. Если у человека сколиоз, то он будет в верхнем бурном отделе явно выражен именно в такой позе. Опять, если будет чуть поближе к глубине, не, на самом деле, это ближе. То мы, соответственно, можем продавливать, как получается. Если сколиоз идет вправо, то получается вот эти, то есть, с ним же идет ротация небольшая, да, то поперечные отростки позвонков, с противоположей стороны, они выпирают. Тогда мы дамим геребром ладони не на позвоночник, а именно на поперечные отростки с противоположной стороны. Ну, то есть, сколиоз с двусторонней, давим слева. С большим доворотом. Пожимаем вот так вот. Ну, и, соответственно, и в противоположную сторону. То есть, можно даже с поворотом в комплексе тела. Так, ну, все, ложись. Мы, дорогие друзья, сейчас это все отработаем. А если вы нас смотрите только на видео, то зря вы это делаете. Все равно, по видео, многих нюансов вы не поймете. Тут вам нужно поставить руки. Всегда есть какие-то эксперименты, нюансы и вот моменты, которые мы не договариваем. Не то, что специально не договариваем, они выявляются просто в работе. Ваши навыки придут в работе. А чтобы вам поработаться, вам надо прийти на наш тренинг и здесь вам поставить руки, чтобы вы глубже это знали и сразу применяли в жизни на своей работе. для повышения своей профессиональной квалификации. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Олег Алав Гудвин. А еще лучше приходите ко мне на тренинг. До свидания.